Самый необычный пример 13 здания профильного ЕГЭ. Что в нем необычного? Ну, во-первых, вы можете заметить, что в этом примере нету пункта Б. Конечно, кто-то может сказать, что это меньше работы, но запомните, если в примере нету иголок, то, скорее всего, там шипы. Первым делом, чтобы решить этот пример, я предлагаю найти ОДЗ. То есть найти, откуда деньги Золотова. За 40 рублей сока быть не может. Ну или посмотреть, что в этом примере есть корень и знаменатель. То есть то, что находится под корнем х плюс пина 6, должно быть больше нуля. Соответственно, область допустимых значений это х больше минус пина 6. Что это значит? Мы попробуем разобраться позже. Так как мы учли ОДЗ, можем смело избавляться от знаменателя этого уравнения. Теперь получилось стандартное квадратичное тригонометрическое уравнение, которое можно решить просто через дискриминат. Получилось два корня 3 и минус 1 вторая. Очевидно, что 3 не подходит, так как синус х не может быть больше единицы. И, соответственно, так как синус х равен минус 1 второй, отсюда получается два корня. Минус пина 6 плюс 2 пиен и минус 5 пина 6 плюс 2 пиен. Теперь попробуем это объединить ОДЗ. И лучше всего это сделать с помощью координатной прямой, которую я нарисую этой супер охуенной линейкой. Что вообще из себя представляет этот корень? Это по факту бесконечное множество корней при каком-то определенном n. Ну то есть, например, если n равно 0 и сюда подставить 0, то получится корень минус пина 6. Если n равно 1 и подставить сюда, то получится корень 11 пина 6. И так далее. Наша область допустимых значений это больше минус пина 6. В нашем случае n равно 0 не устраивает, так как точка не включается. А n равно 1 устраивает, n равно 2 устраивает и так далее. И все, что будет больше n равно 2, тоже будет устраивать. То есть, вот это наше число n должно быть больше 0. То есть, к тому, как мы записали корень до этого, нужно еще приписать дополнительно n больше 0. Со вторым корнем получается то же самое. Нам нужны те n, которые больше 0. Поэтому так же само приписываем n больше 0 к нашему корню. Но вы думаете, мы на этом остановимся? Математика все-таки такая же творческая наука, как и все другие. Поэтому давайте как-то элегантно попробуем записать эти корни. Так как у нас совпало, что и тут, и тут n должно быть больше 0, давайте объединим эти два корня. А дальше можем заметить то, что n больше 0 и n целый чисто. То есть, получается, что у нас n это 1, 2, 3, 4 и так далее. То есть, натуральные числа. Получился финальный ответ. Минус 1 в степени n плюс 1 умножить на π на 6 плюс πn, где n принадлежит n. Покажите этот ответ своей маме, и она точно вас отдаст в гуманитарный класс. Спасибо за просмотр.